Я просто хотел бы сказать, что большая благодарность, конечно, вам, Анна Михайловна, вашим двум активистам, Елене Алексеевне и Елене Константиновне, действительно замечательные люди. Хочу добавить, что Церковь, она проповедует Евангелие и веру в Церкви, а в школах мы несём ту культуру, которую мы храним. То есть мы хранители православной культуры, история Церкви всегда была. И поэтому мы не лезем в душу человека. Человек сам выбирает, делает свой выброс, мысли на родителей его отчасти, выбирает, пока он маленький. Мы лишь помогаем. Но я думаю, сейчас у нас, наконец, так скажем, действительно, мы живем далеко от Москвы, у нас красная зона здесь всегда была. Сейчас мы, так скажем, отстаём, когда голова уже там, хвост ещё там, где не надо. Так вот, у нас президент православный верующий человек, слава Богу. Ну а наш новый губернатор, мы с ним встречались, он православный человек, в вечерном браке живёт. Вот он говорил лично мне. Я думаю, это тоже редкость. Главный район, тоже у нас, так скажем, близкие нравственности к православию. И я думаю, мы, переходничку, хочу скорректировать. У нас Арсеньев и Данигорск. Я вам расскажу, может быть, по большим делам Арсеньев на первом месте. Там у нас Срединская ложня, Срединский балтик, есть большие крупные мероприятия. Но по количеству таких небольших дел, Данигорск, наверное, на первом месте. Правда. Я не искренне не говорю. Я думаю, действительно желаю всем приездить на рождественские чтения, потому что действительно, они как-то попадают в сказку. Мы все из детства, из сказок вышли, и хочется в эту сказку вернуться. Вот это реальная попытка вернуться домой, вернуться в православие. Это действительно сказка. Я сам 24 года крестился, и могу сказать, что я ни в минуту не жалею. И те, кто ездил, правда, они на 10 дней примерно ездят, или на 8, попадают в эту сказку. Несколько дней, там, 4, кто больше, кто меньше, не могут еще выйти из этого состояния. А потом суета засасывает. Я предлагаю, как-то я не в минуту уже, именно предлагаю, ваше добровольное дело, не уходить оттуда, из нашего духовного детства. Потому что вся Россия во все века была православной. Мы вышли из Святой Руси. И поэтому там нам хорошо, понимаете. И вот практика показывает. Допустим, в Тобовской губернии, там ездили раза два в нашей партии или три, и сейчас митрополит нас опять приглашает. Вот в этом, в следующем году, мы поедем еще в Воронеж, вот два приглашения есть от митрополитных. Интересные места. Там у них практически нет преступности, потому что православная вера в детских садах и в школах. Поэтому, прежде всего, в детских садах, я считаю, вот здесь есть представители православия внедрять всеми силами в школах. Это не насилие какой-то душой. Кто хочет, тот, пожалуйста, пусть будет другой верой или безбожник. Это его право, родители права. Но вот если брать мусульманские страны, это не только мусульманские, а другие. Так как приезжает человек другой веры и другой религии в мусульманскую страну, во всех мусульманских странах очень просто. Ты должен изучать мусульманские, как говорят, законы. Ты должен их знать, уважать, так как ты живешь в этой стране и в этой религиозном сообществе. Очень просто. Поэтому, когда патриарх обратился к президенту, что давайте введем православную культуру в школах, то начались всякие вот эти мудрования, такие социальные, как это называется, социальный модуль. Светская этика. Прошу прощения. Светская этика. Но вообще, как у преподавателей, такой будет предмет. Поэтому надо преподавать православную культуру. Пусть люди, мы в истории, в нашей истории, все православные, у каждого из вас бабушки, прабабабушки, точно прадедушки православные. Но почему не даже знать историю той культуры, которые тысячи лет наших лет тяжели. Мы просто обязаны это знать. Когда родителям это объяснить, я думаю, кто-то понимает, все придут. А дальше человек неверующий, он будет неверующий. Это его право. Как говорится, цыплят по осени считает, будет страшный суд, будет уже итог. Но сейчас-то надо знать культуру, историю нашего народа, традиции. Мы вот тут призываем к этому. Так что Божьей вам помощи, радости и приглашаем всех на Рождество, чтение во всех. Спасибо.